Здравствуйте, уважаемые товарищи, дорогие зрители моего канала в ютубе. Сегодня я хочу в данном видео закрыть вообще тему мёда полностью. Итак, из данного видео вы узнаете, какой мёд вреден, а какой полезен при каких обстоятельствах. Как, сколько мёда можно есть в день без вреда для здоровья. Как хранить, сколько вообще может храниться мёд, в каких условиях, в идеале. И что с ним происходит при нагреве. А должен ли вообще мёд кристаллизоваться или сахариться, как говорят люди. То есть мы говорим о том, как проверить, натуральный ли мёд или нет. А можно ли нагревать мёд? Можно ли мёд давать детям? С какого возраста? Я поясню про калории, аллергию на мёд, диабет. А что такое дикий мёд и перезимовавший мёд? В чём принципиальное отличие от любого другого вида мёда? В чём суть и польза таких видов мёда? А может ли быть от мёда кариес? Ну и, конечно, этичен ли мёд вообще, тем более для веганов? Могут ли веганы есть мёд? И если да, то какой? И вот об этом и о многом другом я вам сейчас по полочкам всё разложу, слушайте. Итак, дорогие друзья, мёд – это продукт растительно-животного происхождения. Но это ферментированная пыльца, нектар, цветков, растений. Но, впрочем, о веганской этике в самом конце. Мёд, как и некоторые злаки, та же пшеница, хранится веками и тысячелетиями. В египетских амфорах находили мёд, и он также оставался живым. То есть его можно было потреблять, и ещё питательные свойства оставались какие-то. Но это тысячи лет. То есть мёд, поскольку он долго хранится, может быть стратегическим запасом. На случай каких-то проблем социальных, экологических, природных, любого рода. Мёд имеет кислую среду – 3,5 pH. Кстати, при хранении происходит поглощение влаги с образованием перекиси водорода. А она, как известно, является мощнейшим антисептиком. Вот в том числе, почему мёд очень долго хранится и не портится. То есть я говорю о естественной антиоксидантной защите и свойствах мёда. В том числе, потому что там в составе есть витамины. В том числе, витамин С или, например, микроэлемент селен, которые являются антиоксидантами природными, естественными. Но уж если зашла речь про витамины, то в мёде есть и В1, и В2, и В6. Витамины К, Е, С. И есть и бета-каротин, то есть провитамина А. Фолиевая кислота. Много минералов есть. Но это зависит от того, где мёд пчёлы добывали. То есть какой состав разнотравия, пыльцы, минералов, которые растения эти поднимали из почвы и формировали в своих телах и в виде пыльцы давали пчёлам. И потому, кстати, сразу забегая вперёд, самый полезный мёд дикий, именно бортьевой, а не сульев рамочный. Хранить мёд лучше всего в стеклянных, конечно, а не пластиковых банках, в темноте, в холоде, чтобы было сухо-темно и низкая температура. Дорогие друзья, мёд это не продукт питания, это лекарство. И об этом знали и писали и древние египтяне, и шумеры, и на Руси в травниках. Это всё было расписано, при каких болезнях как потреблялся мёд, с какими травами и так далее. К примеру, у меня есть такое видео, как растворить камни в желчном пузыре. Соответственно, можете посмотреть и понять эту методику древнюю, старую очень, рабочую. Но некоторые люди натощак мёд пьют, и у них как бы жжение в солнечное сплетение. Такие письма мне часто приходят. Дорогие друзья, мёд нельзя потреблять в больших количествах. Мёд должен быть химически чистый, без сахара, без примесей различных вредных. Не магазинный, обычный промышленный, когда всегда в мёд добавляют определённые консерванты. А мёд должен быть в идеале бортевой, дикий, есть его надо мало. Но такая реакция у некоторых людей может быть. Так как мёд всё-таки это фруктоза, глюкоза и сахароза, то быстрый рост сахара в крови приводит у некоторых людей, у кого не справляется поджелудочная железа и вырабатывает мало гормона инсулина, есть другие проблемы, повышается сахар, возникают некоторые осложнения, могут быть. Тогда попробуйте сделать эксперимент просто не до еды, а после. Скажем, пройдёт минут 40-час. И попробуйте то же количество мёда рассосать, запив стаканом воды, где-то минут через 40-50 после еды, и уже не должно быть такого ощущения. Постепенно, через месяц-два, возвращайтесь к приёму до и посмотрите реакции своего организма. А медовая вода растворяет камни и в желчном пузыре, и в почках, и в печень. Издревле известно, что если растворять мёд в дистиллированной воде, ну, раньше это была родниковая чистая вода из определённых родников, и в определённой пропорции, да, растворяя, капать в глаза, то проходит катаракта. Это известно у меня на сайте nadgar.ru, под дикими видами мёда расписана эта технология. Как это делается? Хорош мёд и при простудных заболеваниях, так как это прекрасное отхаркивающее средство, и не нужно никакой химии проклятой в аптеках покупать. Это понятное дело. Только не кипятить, не греть мёд, нельзя его нагревать, а только рассасывая или разведя в тёплой, слегка тёплой воде до 45 градусов, не выше. Можно разжёвывать мёд и в языках, лучше не в сотах, всё-таки соты содержат вощину, которую фермеры неизвестно где покупали, и что эта вощина в себе содержит, тоже неизвестно. А помните, что все фермеры, как правило, обрабатывают различные химии пчёл от клещей. Повальная проблема пчёл это клещи, и многие фермеры обрабатывают химическими средствами. А это значит, что, во-первых, сам мёд содержит эти отравляющие вещества, и даже вощина. И воск, отдавая на переплавку, фермеру отдают уже готовую вощину, которая тоже может содержать вредные вещества, создавая соты, в мёд с вощины переходят. Некоторое количество, небольшое, но всё-таки этих вредных веществ. Имейте это в виду, потому в диком мёде вот эти языки, которые строят пчёлы, они похожи по форме, расстояние между ними, как вот человек посмотрел в природе, и стал также рамки делать. Так вот, похоже на это рамки, только не геометрически правильная форма, в виде таких языков, как сталактитов. Вот это другое дело. Такое можно смело отламывать, жевать. И это, кстати, прекрасное средство при простудах, и как антисептик, при ангиных и других проблемах носоглотки при различных ОРЗ, ОРВИ-инфекциях. Мёд прекрасен с иван-чаем, можно с липовым цветом, с зверобоем. Это очень хорошие совместимые комбинации. Мёд прекрасный заменитель сладостей для того, чтобы вы детей не травили всякими конфетами химическими. Но не сделайте ошибку, убирайте тогда от детей любые другие синтетические сахара, где есть синтетический сахар. А мёд натуральный в маленьких количествах допустим. Других сладостей, синтетических, химических, в виде печенья и прочей гадости быть не должно, конечно же. А дети легко перейдут на мёд, ведь он бывает очень вкусным. Мёд также применяется в косметологии и маски есть. И, кстати, после бани процедуры медовые массажи прекраснейшие и очень полезные для кожи и для всего организма. В кулинарии, дорогие друзья, нельзя использовать мёд. Его нельзя категорически нагревать. Во-первых, потому что при нагреве разрушаются некоторые витамины, минералы, аминокислоты. И это, конечно, неразумно. Во-вторых, при нагреве 45-47 и выше образуется оксиметилфурфурол. А это известный канцероген, это онкогенный уже фактор. Любой канцероген он онкогенен. И потому не надо извращать законы природы и потреблять так продукты, которые не предназначены, безусловно, для термообработки и нагрева. И мёд это первый из таких продуктов. При нагреве этот канцероген десятки раз увеличивается от его естественного содержания в этом продукте. Поэтому ни в тесто, никуда его в хлеб там не добавлять категорически. Этот канцероген ещё образуется, когда неправильно хранится мёд. Например, на солнце или, скажем, в тепле. Поэтому в подвалах, в холоде, прекрасно, в закрытых герметичных стеклянных банках с крышкой герметично, это прекрасный вариант хранения мёда. Но, кстати, к слову, скажу сейчас, что, например, в коле при производстве или, скажем, при жарке зверен кофе образуется этот канцероген сотни раз выше, и даже в тысячи, чем содержится в мёде. Имейте это в виду и никогда не пейте эти совершенно вредные абсолютно так называемые напитки. У меня есть видео про кофе, кто ещё не смотрел, посмотрите обязательно. Посмотрите также это видео, чтобы уже не касался про хлеб. Тоже интересные, ну, что называется, плюсы и минусы. Да, там я всё поясняю логично, научно, аргументированно. Про прополис, пыльцу, пергу, маточное молочко я расскажу в другой передаче. Сегодня речь идёт о мёде. Хотя они, конечно же, полезны, но о них мы поговорим в другой раз. Мёд сам по себе антисептик, но с чесноком это ещё более сильный антисептик. Кстати, мёд, хотя и содержит сахара, но имеет низкий гликемический индекс, поэтому безвреден, если это не поддельный мёд, если это дикий мёд. Там есть вещества, которые снижают сахар. Тот же хром и некоторые витамины, которые присутствуют в составе дикого, настоящего мёда, и как бы нивелируют эффект подъёма сахара в крови. Но для больных людей с сахарным диабетом второго типа, конечно, надо снижать количество мёда до буквально чайной ложечки в день, а то и вовсе его исключить временно, пока проходит курс лечения, а диабет второго типа лечится легко. При изменении питания буквально за месяц это максимум. Кстати, насчёт кристаллизации. Он совершенно вполне может кристаллизоваться, а может и нет. Это зависит не от того, что с ним делали, как некоторые думают, нагрев, не нагрев. Конечно, могут быть хитрые манипуляции нечестных продавцов, но мёд может кристаллизоваться вполне по объективным причинам при очень хорошем его качестве. Это зависит от состава. То есть, во-первых, пыльцы от состава микро- и макроэлементов, которые эта пыльца несёт, то есть от ферментации, от многих факторов, ну а также от условий хранения. И поэтому, кристаллизовался он или нет, нельзя по этому фактору говорить, качественный мёд или поддельный. Абсолютно нет. Поэтому вы не отличите в плане подделки мёд, натуральный, ненатуральный, вот по такому показателю, как кристаллизовался или нет. Надо мёд выбирать, зная производителя, доверяя конкретно человеку, пасечнику, тем, кто продаёт мёд, настоящий мёд, качественный. Обмануть можно любого. И поэтому выбирать надо именно по доверию конкретному человеку, будучи уверенным в его порядочности. Ну, все, конечно, слышали о медовухе и думают сразу, это алкогольный напиток, раньше была всегда медовуха безалкогольная, а алкогольная редко. И прав Жданов, приводя выражение Пушкина, что я там был, и мёд пиво пил, по усам текло, а в рот не попал. Это был дорогой княжеский напиток. В древние времена, ведь мёд был только бортевой, его добывали мало, он стоил дорого, его продавали, меняли на нужные товары выгодные. Да и, кстати, на Руси ведь не было никаких сладостей, кроме ягод, собственно говоря, и вот мёда, по большому-то счёту. И если мы говорим о безопасной медовухе, она должна производиться при низких температурах и не должна ничего содержать, кроме трав и мёда. Кстати, о говоря, с битни, помните, что нагревать его нельзя, кипятить мёд нельзя, и потому тот, который варят, категорически нельзя, он опасен, вреден. Вы думаете, нет рецептов старых, где не проводилась термообработка? Конечно, есть. И, кстати, мы тоже по технологиям 15-16 века, это в новгородских травниках было найдено, производим сбитень, который не проходил термообработку, и мы советуем тоже тёплой водой просто растворять, взбивая ложечкой и пить прекрасный полезный напиток из живых термонеобработанных трав и мёда. Ну а если мёд даже натуральный, есть много, если при этом есть ещё всякие конфеты, торты, пирожные и так далее, то, конечно, заработать можно сахарный диабет 2 типа на раз. И мёд в этом не будет виноват. А будет виновата всё то, что вы ели помимо мёда. Это надо понимать. И детей не убивайте своих никаких сладостей, химических не давайте им. Пол чайной ложечки мёда натурального, дикого, запивая тёплой водичкой перед сном, успокаивает человек, и он быстрее засыпает. Дорогие друзья, детям нельзя до двух лет есть мёд. Конечно же, нельзя правы здесь врачи, кто такое говорит. Но надо понимать, что аллергии бывают только на что? На белки. Ни на что не бывают больше аллергии. На пыльцу, например, у кого-то, понятно, там белки в составе пыльцы, аминокислоты и высокомолекулярные белки. Вот на них и есть аллергии. Антиген – это аллерген. Антиген для организма человека – это любые высокомолекулярные белки. Животные, растительные в том числе. Например, у кого-то на пыль домашнюю аллергия, так это опять-таки белки. Будь то клещи, которые могут жить там в одежде или в полу, пылевые так называемые клещи. На домашних животных, на их белки, понимаете, да, только на белки. Не бывает аллергии не на белки. На чужеродные любые белки, которые образовались вне нашего организма, у кого-то может быть аллергия только на высокомолекулярные вот эти белки, чужеродные. Если человек очищает организм, меняет питание, и у него натуральный мед, нехимический, качественный, бортевой, в малых количествах постепенно эта аллергия уйдет, как на все, так и на то, что было в составе меда. А тут я советую посмотреть мое видео «Лечебное очищение и голодание». Наверняка вы видели многие пасеки вдоль дорог, проезжая по асфальтовым дорогам и даже шоссейным. Такой мед категорически есть, покупать нельзя, потому что вы просто будете себя травить в том числе тяжелыми металлами, которые содержатся в выхлопах машин и идут на расстоянии до 2-3 километров от дорог. Пчелы, дорогие друзья, летают на расстоянии от ульев или колод 10 километров примерно. Поэтому знайте, чтобы в радиусе 10, а лучше 15 километров, не было не только никаких автодорог, но и химических производств, тем более крупных. Да любых, собственно. Что касается кариеса, безусловно, мед – это сахар. Сахар – пища для бактерий. Бактерии выделяют кислоту. Кальций – это щелочь, растворяется. Реакция нейтрализации. Если щелочи не хватает, кислота разъедает зубную эмаль. Плюс к тому мед сам имеет по H3-5, как я уже говорил. Что нужно делать? Не есть мед? Да нет. Дело не в этом. Зубы надо чистить потом или полоскать, или содой полощите, или просто зубы чистите. Вот, собственно, и всё после еды. Никаких проблем нет почистить зубы. Ну или хотя бы прополоскать тёплой водой несколько раз, чтобы не осталось неприятного специфического ощущения сладости. Дорогие друзья, мед – это прекрасный полезный продукт, но только дикий в идеале. Бортевой, то есть из колод или бортей. Этот мед должен быть добыт в местах, где нет никакой химической промышленности, нет никаких автодорог. Желательно в диких лесах. Есть люди, но таких мало, кто этим ещё занимается. Этим занимаются ещё старобрядцы. И вот мы, например, нашли таких старобрядцев в Алтайской глубинке, которые даже с миром не контактируют, а только с некоторыми ребятами, буквально с одним человеком плотно. Из экопоселения тоже, которые, в принципе, также далеко от дорог, а это просто полная глушь. И вот мы получаем оттуда ещё, с нескольких мест нашей страны, действительно уникальный мед. Во-первых, мед, можно сказать, вот лесной, таёжный, бортевой, дикий мед, который добывается раз в году, который в своём составе имеет богатый минеральный, конечно, в первую очередь состав, витаминный тоже, и различных других летучих веществ, эфирных соединений и так далее. Это целебный мед, который применяется именно в лечебных целях. Его не надо много, он настолько концентрированный по своим питательным веществам, что достаточно чайную ложечку в день. Его не нужно, много есть. Есть у нас и бывает обычно с мая до июня, это уникальный перезимовавший в ульях мед. Что это такое, я в своих роликах старых говорил, кратко сейчас вам повторю. Что если мед перезимовал в ульях, да, его останется очень мало, пчеловоды не идут обычно на это, из-за того, что больше продать, так сказать, не понимая, что можно меньше объём продать дороже. Гораздо, если люди понимают. Но пасечники об этом, как правило, не думают, бог с ними. Суть в том, что если мед не добылся в этом году, ни разу не снимался, он перезимовывает пчёлами. Образуется определённая среда. Скажем так, мед, во-первых, созревает, он как бы ферментируется полностью. И то, что остаётся, лишнее, то, что пчёлы не съели, вот этот продукт становится безумно ценным. Там сразу диастазное число другое, выше гораздо, до 50-60, может быть, то есть до верхнего предела теоретически возможного. Совершенно другой, богатый, ещё более концентрированный состав. Он обладает массой лечебных свойств. Вот именно такой мед, как раз в идеале, растворяя в дистиллированной воде, ну, в наши времена в дистиллированной, можно закапывать в глаза, и катаракты проходят. Такой мед растворяет камни в желчном пузыре, в почках быстрее, активнее любого другого меда, порой в разы. Даже камни больших размеров и разные структуры. И это, да, прямая реклама, почему я не должен рекламировать качественные, прекрасные товары, за которые я отвечаю. Да, у нас на сайте надгар.ру есть, как правило, бывает, что-то кончается, что-то появляется заново, от сезона в зависимости, да, тот или иной мед. В каком-то году мало, в каком-то больше, но это вот 5-6 основных видов, которые все являются лекарствами. Итак, пожалуйста, смотрите, можете приобретать, знать, быть уверенными, что это самого высокого качества, натуральный, дикий, полезный мед, как лекарство. Рассасывайте мед, запивайте теплой водой из стакана, но никогда мед не грейте, не кипятите, не используйте его с другими продуктами. Это отдельный продукт, лечебный, лекарственный, и не должен смешиваться. Кстати, у нас на сайте приведена целая серия продуктов пчеловодства. И перга, и пыльца, и огромное количество продуктов с прополисом, как, например, концентрированный 30-ти процентный водный настой прополиса, который, растворяя в воде, можно использовать как антисептик, как лекарство при различных ОРЗ, лор и других заболеваниях. Это различные спреи с травами лечебными для носоглотки, для лечения тех или иных болезней, в основном лор респираторных заболеваний. Это и маточное молочко, которое является мощным иммуностимулятором. Ну и другие продукты, сами посмотрите. Ну и теперь, в завершении, про этические ли это продукты, или нет, и можно ли веганом потреблять, дорогие друзья. Об этом в двух других своих видео, старых, я уже говорил, сейчас вам кратко повторю. То, что, да, если это содержится, эксплуатируется пчела с точки зрения человеческой, этики, отношения к ней как предмету, как предмету дохода, это плохо и неправильно. То есть, нечеловеческое отношение у некоторых пасечников есть. Плюс к тому, эксплуатации выбирают все некоторые семьи, погибают и по вине человека, и так далее. И действительно, здесь предметы эксплуатации. Но представьте себе, если вы делаете колоды, заселяете туда семьи, которые роятся летом, и образуются новые семьи, они полетят куда-то, либо на дерево, если их не поймают в ловушке, и могут не найти себе нормальный дом, или не запасти количество меда нужное, погибнуть, тогда эта семья умрет. А если ее пасечник посадит в колоду, будет ухаживать, семья выживет, она даст мед, пчелы съедят весь мед, который им нужен, чтобы хватило на зиму, и этот мед излишний останется к весне, то весной, когда уже пчелы начинают новый запасать мед, человек себе возьмет небольшое количество меда, то по отношению к пчелам он не поступает неэтически. Это симбиоз, выгодное взаимосотрудничество. Человек ухаживает, не дает погибнуть пчелам, дает им дом, дает им место жительства, питание сколько угодно, ухаживает. Ну, а человек забирает небольшое количество меда, когда пчелы полностью удовлетворили свои нужды в этом продукте. Собственно говоря, вот и все. Поэтому, вот если такой подход, а именно такой подход должен быть и был когда-то на Руси, именно с таким подходом мед мы берем, и вы у нас можете купить именно мед, который полностью этически, и отвечает вот этим высоким нормам и рамкам, скажем, совести, применяя их к любым живым существам, в том числе вот к пчелам. Вот так, дорогие друзья. И всем пасечникам я хочу порекомендовать именно такое отношение к пчелам и к меду. Тогда его будет мало, верно, но он будет другого качества. И, конечно же, люди, есть понимающие, которые будут покупать дороже гораздо, понимая, что они берут, какой продукт, а не гнаться за вот этой прибылью на объемах и продавать некачественный, неэтический, вредный порой продукт. Я уже не говорю о том, что некоторые мерзавцы сахар добавляют, но об этом я не говорил сегодня, в голову даже это обычно и не приходит, такие вещи. Вот сейчас, говоря об этике, еще об этом подумал. Ну, об этом-то и речи нет, это вообще не мед. Это вообще суррогат. Сейчас, говорят, какие-то из порошков делают китайцы. Что-то они там творят, это вот как с яйцами. Дорогие друзья, посмотрите вот это видео про яйца куриные, которые одни другим рознь. И надо понимать, из чего продукт получается в организме курицы, как раз из тех веществ, которые она ест, а что она ест, так и пчелы. Что они добывают, какую пыльцу, на каких лугах или в лесах, а есть ли дороги, а какие там вредные вещества могут быть на этой территории, рядом, где улей находятся. Учтите это, это надо обязательно учитывать. Нужно здесь быть перфекционистом, обязательно. Это просто жизненная необходимость. Итак, давайте подытожим. Полезный лечебный мед должен быть обязательно чистым, без химии, в идеале из колод, из бортей или пасечники должны делать свою вощину, не покупать ее извне, из воска сот своих же пчел, чтобы не занести с чужой вощины химию к себе в улье. Пасека обязательно должна располагаться от крупных автодорог более чем в 15 километрах. Разнотравье должно быть богатое, и поля, леса не обрабатываться, долгие-долгие годы, никакой химии, а лучше, чтобы на этих местах никакой обработки не было никогда. И очень важно, чтобы западнее, если это северное полушарие, я напоминаю, что в северном полушарии у нас западный перенос, то есть ветра, господствующие, дуют в основном с запада на восток, так вот, чтобы западнее, по направлению от пасеки, не было никаких химических предприятий на десятки километров, а крупные комбинаты на сто, не должны падать рядом ступени ракет, другой химии, не должно быть ни в каких видах, это надо изучать просто по картам и по описанию, и по нахождению тех или иных предприятий в радиусе нахождения пасеки. Мед категорически не должен находиться в алюминиевых флягах, это очень вредно, и, конечно же, в пластике, а только в дереве, стекле, керамике, то есть в естественных природных материалах. В условиях темноты, прохлады, стабильной температуры примерно 5 градусов, в подвалах лучше всего, мед при герметичной запаковке может храниться десятилетиями, и может быть стратегическим продуктом, как запас питания. Самый лучший мед, это мед от бортевых диких пчел, добытый в глухих лесах, ну и самый прекрасный, конечно же, собранный раз в году, а лучше всего, перезимовавший в ульях, то есть снятый в мае будущего года, нанесенный пчелами за прошлый год. Такой мед, как вы понимаете, должен быть дорогим, и не может быть дешевым, и его не может быть много. Скажем, перезимовавший мед из одного экопоселения, который мы берем каждый год в мае, вот в этом году, его всего 250 килограмм, с десятков ульев, всего лишь. Его не может быть много, но этот мед лечебный, целебный, и это именно мед, точно такой же, который был 200, 500 и 1000 лет назад. Каким он и должен быть? Да, дорогие друзья, и конечно же, проверить мед, мед подлинный он или фальшивый, невозможно бытовыми способами, а только в лабораториях. А косвенные методы, такие, как, например, капнуть на руку, перевернуть мед, не должен капать, такой, как втираешь, и он, так сказать, полностью втирается, это все лишь косвенные методы, которые точно не скажут о качестве меда ничего. Дорогие друзья, ну и в завершение хочу сказать, такое некое пожелание, чисто человеческое. Ешьте мед немного, мало, в небольших количествах, по чайной, по две чайные ложечки в день, но только качественный мед, от диких желательно пчел, вот все, о чем я вам говорил, именно такой мед принесет большую пользу для здоровья, но помните еще, пожалуйста, про этическую составляющую данного вопроса. Отношение к пчелу должно быть человеческое. Ну, а если кто-то захочет, сочтет нужным брать мед у нас, пожалуйста, на нашем сайте nadgar.ru сезонно разный мед, его немного, но он есть, бывает, заканчивается, потом сезонно приходит новый, пожалуйста, следите, смотрите, покупайте этот мед самого высокого качества, и, кстати, для него по ценам совершенно невысоким, для такого уровня качества меда, которого в десятки раз меньше, чем того, который добывают пасечники со своих улей. До ста килограмм, как говорят некоторые, с одного улей. Это нонсенс. Вот такой мед, о котором я вам говорил, из колод, из бортей, его не может быть больше десяти килограмм, ну, пятнадцати максимум в идеальных условиях за сезон. А если он перезимовал, то речь идет про три, четыре, пять килограмм. Вот это помните, знайте. Всего вам хорошего, дорогие друзья, до новых встреч, крепкого здоровья, увидимся.